Слово Я бы сказала, что шестая глава включает в себя три ключевых момента. Четвертая и пятая чудеса, которые записаны в Евангелие от Иоанна. И первый текст, Я Есмь. И всякий раз, вспоминая шестую главу Евангелия от Иоанна, я хочу, чтобы вы помнили вот этих три ключевых момента. Она также содержит богословский фундамент наших разногласий с православной и католической церковью по поводу смысла Евхаристии. Итак, первое чудо, которое описано в этой главе, это насыщение пяти тысяч. В пятом стихе Иисус задает вопрос, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Вы помните, что Иисус задает вопросы не с целью, чтобы узнать, что это. А с целью научить тем, кому он обращается. Он задает вопросы не потому, что сам чего-то не знает. Он задает вопросы, чтобы научить чему-то своих учеников. Помните, мы с вами говорили о том, как отличить чудо не от чудо, и как сосчитать чудеса. Иисус Христос много чего чудного и сверхъестественного совершил. Но что считать непосредственно чудом, а что считать просто чем-то сверхъестественным? Как, например, чтение мысли своего собеседника. Так вот, обычно выделяют тридцать пять чудес, которые совершил Христос, тридцать притчей. Семь чудес в Евангелии от Иоанна. За исключением воскресения. Нет ни одного чуда, о котором писали бы все четыре Евангелия. Кроме одного. Это как раз и есть это чудо. Четвертое чудо. Настущение пяти тысяч. И Матфей, и Марк, и Лук, и Иоанн все пишут об этом чуде. Наверняка оно имеет огромное значение. Я уже отмечал, что пять из чудес, о которых пишет Иоанн, не отмечаются ни в каких других Евангелиях. Например, превращение воды в виновку, а не галилейской. Никто больше не описывает воскрешение Лазаря. Вот интересно, почему Иоанн решил записать таки то чудо, о котором пишут другие евангелисты. Мне представляется, что это необходимо для последующих заявлений Иисуса Христа о себе. Я есть. Помните, я им уже говорил, что всякое чудо — это как краткая притча, которая обосновывает, которая поддает достоверность словам Христа о себе. То есть, что Он здесь заявляет? Я есть. Первое утверждение Христа о себе. 35 стих 6 главы. Я есмь хлеб жизни. Так что же это подтверждает? Он насыщает пять тысяч людей. А насыщение пяти тысяч, вот это повествование несет в себе немало уроков, духовных уроков для нас. Он задает вопрос, как бы испытывая их, и об этом говорится в шестом стихе, говорил же это, испытывая его. Филипп считает, что он считает людей, потом считает динарии имеющиеся и говорит, ну никак не получится, невозможно. Но Андрея возникает мысль. Ну, если это поможет, то есть тут у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. Что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Насыщение пяти тысяч это некий условный термин, потому что сюда в это число входили только мужчины. Надо, наверное, думать, что там были женщины и дети, а значит насыщение пяти тысяч может легко означать насыщение пятнадцати. Еды было недостаточно. Но Иисус взял то, что имелось. Неважно, сколько у вас есть. Важно, сколько вы желаете отдать. И хорошее управление, оценка о том, какие мы управители делаются, не на основании того, сколько мы даем, а на основании того, сколько у нас осталось. Помните, когда вдова положила всего две лепты? В этом и заключается основная мысль. Она положила все, что имела. Иисус говорит, она положила больше всего, потому что он смотрит не на то, сколько дано, а на то, сколько осталось. У мальчика тоже было немного, но он дал все, что у него было. Я думаю, что тот мальчик в том месте, в то время всех обстоятельствах извлек для себя тот урок, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея, в четвертой главе, когда Иисус Христос был искушаем сатаной в пустыне, и в четвертой главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус Христос говорил своим ученикам, у меня есть пища, которой вы не знаете. Что еще поражает во всем этом событии? Уверен, что мальчик хотел есть. Он был голоден. Представьте себе мальчика, у которого есть обед, и он есть не хочет. Наверное, мама снабдила его этим обедом, этой едой. Наверное, мама расстроилась бы, если бы мальчик его не съел. Поразительно, сколько духовной истины впитал в себя этот мальчик, несмотря на свой возраст. У него было немного, но он отдал все, что имел, и отдал Господу. И в 11 стихе мы читаем, Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Сколько кто хотел. В американской культуре есть много негативного. И один из самых негативных моментов, я хотел бы о нем сейчас сказать. Мы приверженцы быстрой еды. Ну, фастфуд так называемый. Что я под этим подразумеваю? Это не значит, что нам нравится есть то, что готовится из полуфабрикатов, продуктов низкого качества. Я просто хочу сказать, что когда мы заказываем еду, мы хотим, чтобы ее принесли быстро. До недавнего времени американцы были людьми, в общем-то, состоятельными. Слава Богу, это Божье благословение. Но с некоторых пор эта ситуация начала меняться. Со времен окончания Второй мировой войны до недавнего времени американцы жили, в общем-то, весьма зажиточно. И у большинства американцев, которые идут обедать в ресторанчик, дом выглядит симпатичнее этого ресторанчика. И, наверное, если брать обстановку, в которой хотелось бы ему поесть, то его дом был бы лучшей обстановкой, чем ресторанчик. Поэтому, когда американец идет поесть в ресторан, происходит две вещи. Во-первых, ему хочется побыстрее эту трапезу совершить и перейти в какое-нибудь приятное местечко. Если человек живет где-нибудь в бедном районе, то, возможно, его апартаменты не столь шикарны, сколько шикарно здание ресторана. Поэтому для него, наверное, пребывание в ресторане – это нечто приятное. Ему нравится окружающая обстановка гораздо больше, чем то, что он наблюдает у себя дома. Поэтому у многих европейцев сложилось такое впечатление, что если я иду в ресторан, я плачу деньги не для того, чтобы быстро поесть и уйти, а для того, чтобы прийти и насладиться красивой музыкой, насладиться красивой обстановкой. И я не собираюсь быстренько поесть и убежать из этого места. Американцы так не думают. Другой менталитет. Мало того, хозяин этого ресторана тоже заинтересован в том, чтобы этот посетитель побыстрее ушел, а на его место пришел другой, готовый есть и платить за это деньги. Поэтому, когда вы приходите в американский ресторан, с вами неустанно и неусыпно рядом стоит официант, который постоянно спрашивает, вам что-нибудь еще хотите? Вам что-нибудь еще во всем устраивает? А если туда приходит европейец, у него возникает законный вопрос, что он все время стоит рядом и мучает меня вопросами, почему бы ему не уйти? Соответственно, когда американец попадает в ее страны где-нибудь в Европе, понимает, что официант уходит, и ему нет. Интересно, куда это он пропал, думает американец? Он что, умер? Он вообще собирается возвращаться, или он обо мне забыл? А может, у него уже другая работа? Он что, поступил в медуниверситет? И полжизни там будет учиться. Где он? Почему он не приходит и не спрашивает, чем он может мне помочь? А что в это время думает официант? Он думает, ага, человек пришел насладиться музыкой, обстановкой, и всем остальным не надо его тревожить. А американец ерзает на стуле и хочет побыстрее уйти, поэтому очень и очень ждет этого официанта. Ну, у вас в культуре с этим дело обстоит несколько получше. Я думаю, что вот американский подход к походам в ресторан все-таки не столь хорош. А в хорошем ресторане нужно проводить какое-то время, а то не надо убегать. Я сейчас вам рассказываю именно о таком ресторане. Можете представить, как мы ведем себя в забегалов? Если мы приходим туда, где подают фастфуд, этот фуд должен подаваться фаст, то есть быстро. Иначе мы очень расстроимся. А вот представляете, вы выходите там из машины или из автобуса, заходите в такое место, где подают быструю еду, и там только один человек, который может вас обслужить. Америка бы с ума сошла. И быстро запрыгнули бы в автомобиль и поехали в другое место. Зачем я все это говорю? Я не думаю, что чудо произошло вот тут же в руках Христа. Я думаю, что если бы Иисус обслуживал все пять тысяч, а того и больше, то как вы думаете, сколько бы у Него заняло это времени? Мне представляется, что пища приумножалась в руках учеников. И в руках тех, кто принимал их. Это было нечто невероятное. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com. Итак, мы с вами говорили о том, что если бы еда умножалась только в руках Иисуса Христа и Он насыщал пять тысяч в одиночку, то они насытились бы только через два-три дня. Следовательно, умножение еды должно было происходить не только в руках Христовых, но и в руках других людей. Теперь давайте обратим внимание на 12 стих. Шестая глава, 12 стих. Здесь Иисус Христос предстает пред нами как безграничный насытитель. Он мог предоставить пищу в том объеме, в котором это было необходимо. Но в 12 стихе смотрите, что он говорит. Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало, ни единой крошки. И понятно, что осталось 12 коробов с кусками. Более чем достаточно. И после того, как люди наблюдали это чудо, они пришли к тому же выводу, к которому пришла женщина-самарянка после разговора с Иисусом Христом. Он пророк. И не просто пророк, а единственный пророк. Тот пророк, о котором говорится во второзаконии в 18 главе, в 15 стихе. Тот пророк, который грядет в мир. Ученики садятся в лодку и пересекают Галилейское море. После того, как Иисус уединился. В 15 стихе мы читаем Иисусу, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Почему Он сопротивлялся и не хотел становиться царем? По двум причинам. Помните, что Он сказал своей матери? Еще не пришел мой час. Может быть, более важная причина состоит в том, что они хотели сделать Его не тем царем, которому Ему надлежало быть. Итак, Он удалился на гору один, а большинство Его учеников, а Его ученики, большинство из которых были рыбаками, сели в лодку. И пересекли Галилейское море. И после того, как они отплыли к берегу на 3-4 мили, Иисус присоединяется к ним, но Он идет по воде. Это пятое чудо, о котором повествует Евангелист Иоанн. Итак, Иисус идет по воде. Второе чудо из 6-й главы Евангелия Тула. И следующее, о чем мы читаем, что люди не поняли, как Он попал в лодку. Люди ждут Его. Как Он переправился. Народ начинает задавать Иисусу Христу вопросы, но Он отвечает им такими словами. Вы хотите общения со Мной, потому что Я способен накормить вас. Вы ищите не то, на что указывает Мое чудо, а Вы ищите самого чуда. Перестаньте делать это. Перестаньте искать пищи тленной. Ищите пищу нетленную, благодаря которой Вы будете жить вечно. В 28-м стихе они задают удивительный вопрос. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Один из наиболее противоречивых вопросов в христианстве заключается во взаимосвязи между верой и делами. И что разъясняет это противоречие в высокой степени? Как раз и содержится в Евангелии от Иоанна. Это 6-я глава, 29-й стих. Мы всегда должны о нем помнить, когда возникает подобного рода вопрос о взаимосвязи дел и веры. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Именно этим мы спасаемся, верой в Слово Божие. И, конечно, это не труд как таковой, это вера. Вот смотрите, это не тот труд, который мы совершаем, это дело Божие. Те, кто пытался противостоять Ему, были в беде. Вот смотрите, Иисус Христос совершил великое чудо в присутствии множества людей. Они даже хотели короновать Его, сделать царем. И что они собираются делать потом? Они пытаются сбавить цену этого чуда, сделать вид, что, да, в общем-то, и не чудо это было. Итак, Иисус Христос совершает целый ряд чудес. Он превращает воду в вино в кане галилейской. Он исцеляет сына царедворца. Он исцеляет человека, расслабленного при купальне, в купальне в Вефезде. Он насыщает пять тысяч, совершает целый ряд чудес. А в шестой главе мы читаем о том, что Христос шел по воде, это видели только Его ученики. И в тридцатом стихе мы читаем вопрос, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Ты посетил пять тысяч человек, ну и что в этом такого? Отцы наши ели манну в пустыне. Вот смотрите, что они говорят. И опять-таки Он отвечает не на их слова, а на их мысли. Ну и что? Ты насытил пять тысяч за один раз, то есть пять тысяч семей в течение одного дня. Вот что они другими словами говорят. Это просто смешной аргумент. Но это единственный аргумент, который они могли противопоставить Христу, поэтому они к Нему и прибегли. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.